В прошлом году со стороны жителей Азова было много нареканий на завалы мусора на площадках по сбору ТКО. Все, что находилось в баках, подвергалось практически регулярному вывозу, а все, что находилось вокруг баковых, вокруг контейнерных площадок, практически никогда не вывозилось. И мы столкнулись с тем, что это были огромные горы мусора, которые оказывались никому не нужны. Тогда в городской администрации пояснили. Проблема возникла из-за того, что управляющие компании ТСЖ и ЖСК самоустранились от приведения в порядок контейнерных площадок. При этом региональный оператор по обращению с ТКО при вывозе баков перестал подбирать остальной мусор. Чтобы изменить положение, муниципалитет инициировал внесение изменений в правила благоустройства. Поправки сводились к тому, чтобы каждый многоквартирный дом либо имел свою контейнерную площадку по сбору ТКО, либо продолжил пользоваться прежней, но при этом заключил договор с собственником земельного участка. Тогда же начала работу наша муниципальная инспекция в части того, что начали понуждать управляющие компании ТСЖ и ЖСК на заключение договоров на содержание контейнерных площадок. Естественно, это противоречило все нормы федерального законодательства. С этим вопросом в июне прошлого года общественники города побывали на онлайн-приеме прокурора Ростовской области. Надзорным органом была проведена проверка правил благоустройства территории города Азова. В результате выявлено, два пункта в документе не соответствуют законодательству. Ответственность за организацию и содержание мест площадок накопления ТКО в многоквартирных домах возложена на лица, осуществляющих управление жилищным фондом, что противоречит нормам федерального законодательства. В этой связи на отдельное положение нормативно-правового акта Азовской межрайонной прокуратуры председателю Азовской городской думы принесли протест, рассмотрение которого запланировано на очередном заседании. Прошло 9 месяцев. Ответа, который должен был поступить из Азовской межрайонной прокуратуры, до настоящего времени заявитель не получила. В соответствии с протестом прокурора Азовская городская дума обязана была провести заседание и убрать эти два пункта из правил благоустройства города Азова. И как я сегодня посмотрела правила, это не сделано до сих пор. Председатель Азовской городской думы Евгений Карасев подтвердил, что прокуратурой был внесен протест в отношении новых правил благоустройства. Депутаты вопрос рассмотрели, после чего направили информацию в администрацию города. В администрации разработали проект по внесению изменений, который поступил в думу, соответственно были назначены публичные слушания. Публичные слушания прошли, затем рассмотрели на комиссии, приняли на заседание Азовской городской думы 26 января 2022 года. 27 они были опубликованы в официальных вестниках, источниках информации и считаются действующими. Однако, если судить по официальному сайту администрации Азова, пункты 5.12.10 и 5.12.11 в правилах благоустройства, которые и опротестовала областная прокуратура, до сих пор являются действующими. Татьяна Ивашенко, Владимир Чекунов, Азов.Инфо.